Всем привет! Я Татьяна Гребенюк и это самая музыкальная программа Клипмания. Великий Генри Форд когда-то сказал, что талант это 1% гения и 99% тяжелого и изнурительного труда. Люди, которые добивались необычайных высот и успехов в своей деятельности, на практике доказывали правоту этого постулата. Света! История жизни и творчества Светланы Лободы. Еще одно яркое подтверждение тому, что тяжелая и кропотливая работа в совокупности с неоспоримым талантом – это самый верный путь к успеху. Девочка, платьице розовом. Девочка, платьице розовом. Мой любимый самый, пропадаю, таю, ну и пусть. Не звони мне, мама, я сегодня ночью не вернусь. Светлана Сергеевна Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Родители с раннего детства, заметив музыкальные способности дочери, отдали ее в музыкальную школу. Для родителей и друзей на праздники и выходные маленькая артистка устраивала настоящие домашние импровизационные концерты, которые уже тогда непременно заканчивались овациями и вызовами на бис. Словно ночь в пустыне, я рисую синий, звездою на небесле, под осенним небом город под запретом. Тебя больше рядом нет. Тебя больше рядом нет. После получения первого музыкального образования Светлана поступает в Киевскую эстрадно-цирковую академию на отделение эстрадно-джазового вокала. А уже на первом курсе академии становится участницей группы Капучино. В мае 2004 года до Светланы доходит известие, что в одном из кинотеатров города проводится кастинг в совершенно новый проект Константина Меладзе. Благодаря своему вокалу, хореографии и внешности, Светлане удается превзойти около 500 конкуренток, состоящих из юных девушек, и их мам, которые тоже хотели петь. Первым появлением Светланы Лободы в составе группы становится выступление в российском шоу-конкурсе «Фабрика звезд» Игоря Крутого. А первый клип «Биология» с ее участием публика назовет самым эротичным блокбастером. «Биология» Однако после съемки новогоднего музыкального фильма «Сорочинская ярмарка», где Светлана играет одну из главных ролей, артистка принимает решение оставить популярную группу, объяснив это так. «Нет тех людей, на которых я бы могла работать в силу многих причин. Главное, мне просто необходимо участвовать во всем. Я не могу заниматься только тем, что ездить на концерты, как было в «Виагре». Для меня это скучно. Я хочу писать песни, придумывать образы, монтировать клипы. Одним словом, заниматься творчеством». В конце ноября 2004 года Светлана Лобода начинает сольную карьеру. Вместе с музыкантом Тарасом Демчуком и клипмейкером Аланом Бадуевым они записывают сингл и снимают клип на драйвовую, немного роковую композицию «Черно-белая зима». «Черно-белая зима, не своди меня с ума». «Черно-белая зима, словно серая стена». «Черно-белая зима, словно между нами». Далее будет еще много талантливых и шокирующих работ Лободы. «Черный ангел», «Постой мужчина», «Мишка гадкий мальчишка», «Счастье», «Альбом не мачо» и, конечно, участие в Евровидении 2009 года с песней «Be my Valentine». Песня побеждает в финале украинского отбора «Евровидение». За «Be my Valentine» Светланы Лободы единогласно отдают наивысший балл зрителей и жюри. Клип на эту песню европейская пресса признает лучшим среди всех конкурсных клипов Евровидения 2009. Используя масштабы конкурса, Светлана Лобода становится инициатором социальной акции «Скажи нет насилию в семье» и привлекает внимание европейской публики к проблемам социума. В финале Евровидения Светлана Лобода занимает 12 место. Летом 2009 года она отправляется в тур «Антикризис Гелл» по европейским странам и странам СНГ. В очередной раз Лобода шокирует публику, выпустив видеоклип на песню «Жить легко», где предстает перед публикой 98-килограммовой толстушкой. Клип вызвал огромный резонанс в странах СНГ. Но это была лишь очередная выполненная задача Лободы. В 2010-м Светлана Лобода официально переименовала свой музыкальный проект и зарегистрировала бренд и торговую марку «Лобода». Этот шаг совпал с выходом хита «Революция», который стал началом настоящей творческой революции в биографии певицы. Я – революция, или я твоя, или кто еще? Это любовь моя, и она меня, как и я ее. Я – революция, или я твоя, или кто еще? В апреле 2012 года в Кристалл Холл Лобода представила лайв-шоу «Начало». В июне вышло новое видео на песню «What about you?», записанное специально для чемпионата Евро 2012. Эта композиция была отобрана среди сотен других представленных на суд Еврокомиссии УЕФА и вошла в официальный трек-лист чемпионата. 22 мая 2014 года. Лобода и Эмин представили совместное творение «Смотришь в небо». Сегодня подробнее мы поговорим именно об этом клипе певицы. «Смотришь в небо, полететь бы высоко, 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 где бы не был, очень сложно. Кто сказал, что будет легко, кто сказал, что будет легко». В новом видео, режиссером которого выступила продюсер Лобода, герои проживают настоящую драму в параллельных реальностях. Художником-постановщиком выступил Сергей Иванов, крайней работой которого был фильм «Сталинград». Иван Гудков, оператор-постановщик с более чем внушительной фильмографией «Питер.ФМ. Качели. Оттепель». Создал настоящее мини-кино, а одну из главных ролей в клипе исполнил один из самых востребованных актеров Артем Ткаченко. Я не скрою, что со мною сложно рядом быть, и прошу прощения снова, что могу любить. Свои чувства оголяю, к небесам кричу, там всё слышат, точно знаю, нет, не замолчу. Смотришь в небо, полететь бы высоко-высоко. В клипе Эмину досталась роль задумчивого писателя, мечтающего о девушке, которую он никогда не встретит. Светлана играет роль этой самой музы, но питает чувства она вовсе не к Эмину, а к герою в исполнении актера Артема Ткаченко. Видеоряд психологического клипа-триллера сопровождается монологом Агаларова, читающего строчки из романа Владимира Набокова «Лолита». Но душе моей заблудшей не найти покоя. А тебя мне так немного, надо только лишь, чтобы миг прошел со мною, но ты мною в жизнь. Сегодня в нашей пятерке кавер-версии хита мы предлагаем вашему вниманию одну из самых ярких работ Светланы Лободы «40 градусов». Итак, заслуженное пятое место получают парни, вдохновленные лирической композицией певицы. От одного лишь взгляда его убегаю вон, от туман, туманом за туманем мысли. Все о нем, лишь о нем, все о нем. Нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится я без ума. Четвертую позицию необычной пятерки занимает, как ни странно, сама Светлана, но в дуэте с талантливой юной участницей шоу «Голос дети» Элиной Сосновской. Мама, в нем 40 градусов, и его я на максимум выжитом от него сегодня больна. Невозможно, и невозможно, и невозможно расслабиться. На третьей ступеньке кавер-пятерки расположилась креативная клип-версия композиции «40 градусов». Поклонников из Мариуполя, съемки которой проходили на побережье Азовского моря в лютый мороз. Нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится я без ума. Мама, в нем 40 градусов, и я на максимум выжата. От него сегодня вина невозможно. Второе почетное место занимает участник шоу «Фабрика звезд 2» Владимир Дантес. В популярном украинском шоу «Як две крапли» Дантес перевоплотился в Светлану Лободу. Невозможно, невозможно, невозможно расслабиться, нравится, нравится мне. И по традиции первое место необычной пятерки занимает самый шокирующий видеоролик. Годовалой девочке настолько нравится композиция «40 градусов», что, еще не научившись говорить, она с явным удовольствием подпевает Светлане Лободе. Первый год жизни и уже первое место. Дорогие зрители, если вы тоже подпеваете Светлане Лободе и не только, обязательно пишите о любимых клипах на нашу страничку «Клипмания» ВКонтакте. Любите музыку и друг друга, а мы всегда добавим нотку хорошего настроения. Всегда ваша Татьяна Гребенюк. Субтитры создавал DimaTorzok